Многие не рассматривают всерьез запрет на выброс севших батареек с бытовым мусором. И напрасно. Они относятся к потенциально опасным отходам. Причина – возможный вред для окружающей среды. В батарейке есть тяжелые металлы, которые, если батарейку выбросить, они попадают в почву. По исследованиям, до 20 метров квадратных одна батарейка может загрязнить. А эти тяжелые металлы никуда не денутся. В почве, через почву, в растениях могут к нам попадать. Поэтому это очень опасно. Между тем, не так сложно поставить дома небольшую коробку и складывать батарейки в нее, чтобы потом отвезти их в специальные пункты приема. Сдать батарейки можно в большинстве гипермаркетов. Например, в Рязани есть специальные контейнеры. В Глобусе, Леруа Мерлен, в магазине «Вкусвилл», в салоне «Кухни Спаркс». Кроме того, ящик для сбора севших батарейк установлен в библиотеке имени Горького. Еще ведь есть не только батарейки, но и другие, скажем так, предметы нашей повседневной жизнедеятельности и быта, которые лучше бы утилизировать специализированно. Лучше для экологии и для нас, соответственно. Может, расскажете, что еще? Ну, это ртуть, ртуть, содержащая какие-то лампы дневного света. Слава Богу, их все меньше становится, их вытесняется, светодиоды. Это градусники. Их должны принимать ЖЭУ. Вы за это платите. Итак, лампы отдаем в ЖЭУ. А что делать с разбитым градусником? Ртуть – особо опасное вещество. Волноваться не нужно. Главная задача – быстро и правильно ртуть собрать. Потом помыть полы мыльной водой, проветрить помещение. А для утилизации ртути можно обратиться в управляющую компанию или позвонить в единую диспетчерскую службу 112. Десять лет назад мало кто представлял, что вообще нельзя выбрасывать. Сейчас мне недавно мама моя, 91-й год, вот на батарейку выброси. То есть, мне кажется, большинство сейчас знает. Начиналось это так, вот сейчас расскажу. Сначала мы в нескольких местах салона Кухниспарк спыли. Потом к нам присоединилась Эльдорадо. Они, кстати, накапливали батарейки и хотели строить завод по переработке. Потом они программу свернули, к сожалению. И первое, вот то, что мы собирали, мы отвозили на полигон промышленных отходов. Ну, хотя бы не на свалку бытовую и не в почву. Кроме того, в Рязани появляется культура раздельного сбора мусора. До ноября 2020 года всюду оборудуют контейнерные площадки. Объекты должны быть оформлены в едином стиле. Причем, помимо обычных баков, на них установят минимум два контейнера под органику и один под раздельный сбор отходов. Что касается частного сектора, мусор начнут собирать цивилизованно. В одноэтажной Рязани хотят оборудовать порядка 400 таких площадок. Марина Комиссарова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».